секундочку ну так наверно да воспитание ответственность воспитание для создания ответственности воспитание ответственность среди преподавателей воспитателей мы зачастую видим поведение которое противоположное тому которое было описано до того а до того я от себя говорю идея была личной ответственности о том что по идее воспитатели должны как бы предоставлять своим воспитателям объяснять им правильный выбор а сам выбор делают они сами и тогда как бы ответственность на них и они как бы окей такая идея была миров да агалы мацавор уханишим механех им нудними ли толь мемену это храйут и большой заботе о духовном развитии своих воспитательников они отбирают у них или изымают у них и И в тот момент, когда человек чувствует, что ответственность за его поступки не на нем, он ведет себя соответствующе. В ней нормы в этой цифре я тихоньку, а регионы мудаут мля, подросткиная в средней школе, так что ли, уже достигли достаточной степени осведомленности, полной осведомленности. И они достигли этой осведомленности полной и возможности выбрать свободным способом, образом, хотят они учиться или нет. Но от себя скажу просто совершенно, мне кажется, тут Раф, так можно сказать, в кавычках загнул, все-таки он не пропедает в школе, школа была предоставлена на таком этом. У нас есть знакомые, у которых дети учили в такой демократической школе, в общем, они потом наплакали с этим. Ну, неважно, как принцип это звучит замечательно. У ламы, у лама шедер, шамикабеля талмит мемарих, это хенух у. И, с другой стороны, как бы то, что говорится, передается в системе воспитания, заключается в следующем. И здесь находишься, вообще говоря, по закону. То есть ты в соответствии с законом, ты должен сидеть здесь. О, а та немцакан, мишумше, и ореха, и флейту. И ты находишься здесь, потому что твои родители так решили. Или, как мы кубарь бы хавра, или так принято в обществе. И, как бы, если такое, просто такое слово, которое по-русски не очень правильно перевести дословно. Шедер – это трансляция, но, как бы, по-русски не трудно перевести, что трансляция. В смысле, призыв, послание, которое получает воспитанник. Тогда в такую ситуацию он может сказать, он может себе сказать. В принципе, никто не спросил меня, а что я-то сам выбираю. Это хенша, а эти бухеры для льмо. То, чем может быть, что я выбрал бы учить, учить или учиться. Но поскольку это решили за меня, ну, так я не ответственный за это. Поэтому он, предположительно, может сказать. Если учитель заинтересован или желает того, чтобы я учился, было бы правильно, чтобы он, чтобы этот урок, он был, желательно, чтобы этот урок, он был интересный. Иначе я буду просто мешать его проведению. В качестве родителей у нас есть только одна ответственность, и она заключается в следующем. У нас нет возможности решать, вместо, принимать решение, вместо воспитанника. И его решения, они не находятся в нашем бедовании. И вопрос, будет ли воспитанник, ну, злодеем, не знаю, как сказать. В принципе, написано злодеем или воправедником, в целом зависит только от его свободного выбора. И поэтому, если учеба и поведение, нравственное правильное поведение в школе превращается в обязанность, противоположность возможности выбора, и это может послужить причиной отсутствия возмужания зрелости. Зрелости, правильно, продолжающегося. То есть человек становится уже, как бы, не только подростком, а более взрослым, все равно у него будет вот этот вот эффект отсутствия ответственности. С другой стороны, у ученика, у него есть как бы хова, у него есть обязанность, то, что сказано запыть осылых арафтов, то есть выбери себе наставника, дословно раввинано, имеется в виду, как бы, кого-то, слова которого для тебя являются определяющими. Это я добавил от себя. Потому что продвижение в сторону нравственности, духовности, зависит также от принятия авторитетов. Принятие авторитета. Кабалата самхут инэна цьют и вер о иштабдуд. И принятие авторитета, кого-то имеется в виду, это не слепое подчинение, либо раболепие, скажем, да. Эла цир шейлаф адам яхоль лейх яхэс. А это как бы, ну, некоторый вектор, скажем, направления, которому человек, с которым человек может соотноситься, то есть по отношению к которому он может выстраивать свое поведение. Цир – это как бы такое и направление, а с другой стороны, это как бы, например, вот дверь, когда она, как это по-русски будет, дверь, она ходит по оси. Правильно, вот этот вот ось называется цир. Поэтому это важно как бы здесь сказать, что это как бы то, на что насаживается поведение человека, если так можно сказать. Минэгет еши талмит хуа. А, да, это мы почитали. Араф Ашкенази аяну экло марше ховата раф, клапей талмит и диврей мишна в дебеавод. Раф Ашкенази, он обычно говорил, что обязанность, ну, как бы воспитанника, раввина, учителя по отношению к ученику, она выражена в словах Мишны из трактата Авод. Авод – это поучение отцов. Виемиду талмитим арбе. И они породят, наверное, типа породят многих учеников. Здесь скорее указания, да? И делайте много учеников. Да, делайте много учеников, да. И имиду талмитима, что как бы, наверное, идея подразумевается в том, что того, кто является механехом, кто просвещает других, что хорошо, что плохо, то, наверное, как бы параметр, главный параметр его деятельности – это в том, сколько у него последователей, сколько у него учеников. И у него есть обязанность, чтобы у него были те, которые его слушают, с которых он ведет. А почему Мишна употребляет здесь выражение «выемиду», то есть, как бы, типа, выставить, поставить, но, наверное, породят, сделают, не приходится мне на ум, что-то более красивое. Ну, буквально поставить, чтобы они стояли, да? Ну, стояли, ну, в смысле, что породил плеяду как бы последовательно. Ну, вот, не знаю, но это так, все-таки, не раввинистический разговор. «Вэ ламдуа» – они скажут, чтобы его учили многие. То есть, ставить они, а не учить, как бы, такая. «Мишум шэ лараф мутэ лэ тахува шэ талмит еда лаамот лараглав». Ну, да. Почему? Потому что на раввине лежит обязанность, которая заключается в том, чтобы его ученик, он смог дословно стоять на своих ногах. «Вэ зот ла асот арбэ». И вот сделать так, чтобы его ученики стояли на ногах, я от себя добавил, они сами могут ходить со своими ногами. И этого нужно сделать, таких должно быть много. «Апитушэ лараф», в то время как, в то время это я от себя добавил, «апитушэ лараф», то есть, опять вылетел из головы. Соблазн. Соблазн, да. Соблазн раввина. Для раввина заключается в том, «Улы ашир» – это талмит коров о лаамот, для того, чтобы, как бы, держать ученика близко к себе самому. В рамках вот этой воспитательной системы, которая бы его оберегала. Но для блага самого же ученика, обязанность на родине именно заключается в том, чтобы превратить его в самостоятельного человека. Окей. Ну, хорошо, Андрей, чтобы тебе не было обидно, можешь почитать? Да, конечно, если нет вопросов… А, да, правильно, если есть вопросы, давайте. Кто у нас тут ученики? Или раввины? Учеников нет. На ногах все стоят. Да, вообще, конечно, примечательно. Я не хочу наезжать на русскоязычную ментальность, и вообще, как бы, ментальность, известную нам, и я, как бы, мне это помню, но вообще, конечно, зачастую даже в Израиле, просто это на каждом шаге. Ну, как бы, встречаясь, сэн шел, идет ребенок, вот, а сзади идет мать. Ну, видно, как бы, да, во-первых, они по-русски, она говорит, мать с ребенком по-русски, а потом, ну, как бы, видно, что они русскоязычные. Вот. И мать, идя за ребенком, говорит, я же тебе говорю, я же тебе говорю, опусти ранец ниже. И вот это вот, вот, и это вот, как бы, интонация, я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, но эта интонация, действительно, которая специфически все-таки вот для этой ментальности, потому что в Израиле, может быть, это обратная сторона, то есть, говорят, что ребенок, как только рождается, он тут же говорит, у него первое слово, которое он говорит, но, нет, то есть, все время, и весь разговор идет между бали вы ло бали, две знаменитые фразы, то есть, хочется и не хочется, бали вы ло бали, ну, вот, так вот жестко, я же тебе говорю, ну, где у тебя ранец вообще, это так, так, не принято, ну, хорошо, это так, отъезд был в сторону. Окей, ну, хорошо, у народа нет вопросов. – Вопрос, вопрос можно? – Да, ждем. – Вопрос такой, как бы, как бы наставление понятно, то, что человеку не надо, как бы, насильно там что-то продавливать, какие-то понятия, потому что, ну, как бы, не чувствует, он чувствует, что это не его, он не чувствует ответственности, может просто, ну, от этого отмахнуться, забить, проще говоря. А дальше говорит, что, ну, вот, должен появиться там, у него обязанность найти учителя, который ему там, ну, то, что нужно, объяснит и так далее. Ну, смысл в этом. А вопрос такой, вот, просто вот, ну, ребенок, допустим, да, вот у него этап такой становления, то есть, ему нельзя что-то насильно так впихивать, какие-то понятия, постулаты, а с другой стороны, какие-то вот правильные вещи, ну, они ему просто не нужны, ему интересно в ТикТоке сидеть. Вот, ему там какие-то добрые, вечные, там, искать раввина, который бы ему там что-то там такое объяснил, научил и так далее. Ему это не надо. Так как же поступать? С одной стороны, нельзя ему насильно ничего втюхивать, как говорится, а с другой стороны, ну, по его инициативе, ему просто ничего не надо. Я вот не услышал ответ на этот вопрос. Есть ответ? Ну, мне кажется, Раф здесь описал просто прекрасную стратегию, да, общее направление, что наставник должен осознавать свою ответственность, да, что не привязывать их к себе, поставить его на ноги, но при этом воспитанник, то есть ребенок, должен также осознавать свою ответственность за свой выбор, да, и все это он замечательно привязал к цитатам из Перкеа Вод. А вот тактика, как реально передать ребенку, да, в чем его выбор, как он должен его делать и так далее, мне кажется, ну, тут просто этого не касается, да, тут уже нужна конкретная техника, как это делать, то есть тут можно много говорить, какие-то специалисты, специалисты, мне кажется, которые должны вот уже все это дело разложить по полочкам, как это все донести. Да. Не знаю, Андрей, можно? Ой, Нат, можно, нет? Да, конечно, пожалуйста. Я тебя прервал. Андрей, может быть, мы одно и то же говорим, как ответ на это, но все-таки вот мое мнение, что Раф Шерке написал, написал здесь довольно интересно. С одной стороны, он говорит, что вот есть свобода выбора, да, у ребенка, не надо ему мешать, а с другой стороны, он говорит, что у него должен быть наставник, ну, то есть, по сути, ось, с которой будет соотноситься сам ученик. Ну, мне кажется, все равно, наставник, как бы он демократичен не был, он все равно некий вид, это некий вид деспотии, то есть любая власть, ну, то учеником, там, не знаю, на государственном, это всегда деспотия, хоть какая. То есть, здесь Раф Шерке говорит одновременно, что у тебя есть и свобода выбора, но в какой-то момент тебе, скорее всего, скажут, что ты вот неправильно делаешь. Это как мама, которая идет к ребенку, но, может, в другой форме просто будет это сказано. Тут речь о том, что эту деспотию, как бы ребенок сам должен выбрать и согласиться, да, проблема в том, что обычно его подподавляют с самого начала, да, говорят, что ты тут сидишь, потому что ты должен, там, за тебя все выбрали. Нет, это понятно, но деспотия обычно не выбирают, деспотия выбирает тебя. Деспотия не выбирают. Смотри, да, тут как бы можно долго, опять, у меня ощущение, что Раф представляет такую некоторую идеальную картину, вот, с которой надо как бы соотнестись. Можно забрать частные примеры для, как бы, каждого пространства проживания. Я на своем собственном опыте могу сказать, например, выбор специальности или области профессиональной деятельности для детей. У меня, например, такой области или у нашего поколения области вообще не было. Это все шло по какому-то очень быстро заведомому пути. Человек кончал школу, потом было очень короткое время для того, чтобы определиться, что если ты не поступаешь, вышеучебное звение, есть военная карфера, тебя призывают в армию, надо очень быстро туда попасть. И, в принципе, так человек определял свою как бы эмоциональную деятельность. Я, например, пошел в геологию, в которой сейчас бы я совершенно чем-то геологию, понимаешь, ядерная геофизика туда-сюда. Совершенно. И по своим детям уже в Израиле я сейчас переоцениваю. Совершенно неправильно себя вел. Потому что каждый из них, он, в принципе, находил свой путь, который мне тогда, когда мне требовалось как бы от меня, мне казалось, что мне надо что-то их наставлять. Я им, мне казалось, что я им давал все другие указания. То есть я вообще себе не представлял, кем они будут. И вот в Израиле, опять же, хорошо это или плохо, но это, наверное, обратная сторона. Все жалуются, что молодое поколение занимает огромное количество времени, пока они определяются, чем они хотят заниматься. Они путешествуют, когда короны было, занимаются, пробуют себя в разных местах, родители уже сходят с ума. И очень редко, когда идут прямо как бы почему-то. Ну, может быть, если у родителей есть какое-то заведенное дело, бизнес там прокручен, автоматически как бы с детьми есть и этого нет. Но вот я не знаю, например, кто-то. Вот это такая ситуация. Каким образом передавать свой опыт и все. Это сложно. Нельзя сказать, что это однозначно так или так. Сложная ситуация. В практическом выборе, в той же самой школе тоже, как бы, говорю, есть примеры всяких демократических школ и все прочее, но в наших глазах мы видим не стопроцентный успех, когда вот именно так. Там вообще не было разделения на классы, все сидят, дети учат, что они хотят, так, ну, вообще-то в балаган превращается. Дети с трудом как бы багрут получают, то есть эти статус зрелости. Звозное то, что описывает РАФ в плане нравственном, конечно, это правильно. Я зачастую, конечно, у родителя, поскольку он властвует над ребенком до какого-то времени, понятно, что у него стопроцентное желание говорить, самое простое, говорить, делай так, почему, потому и все вот такое. Но идеальная ситуация, конечно, не такая. Окей? Ну, это, опять же, по-видимому, слиха, это, по-видимому, пересчитывается вообще на все это. Это всегда как бы нехто отбивали. Соответственно, есть мидраши им о том, что евреи приняли Тору, когда на них гора Синай была в качестве корыта наклонена, и как бы им было сказано. Не двумственности, примите хорошо, а если не примите, то я на вас сейчас пробрушу. Ну, с другой стороны, как бы евреи сказали нас его не шма, да, мы сначала сделаем, а потом поймем. Как это укладывается? Ну, я цераф рисует некоторую идеалистическую картину. Наверное, правильно принять сведения, стараться как-то сориентироваться с такой позиции, что в идеале, конечно, это правильно. Да, Андрей Салифан? Ну, получается, все по Раву Куку, да, который переложил Кабалу на язык социологии. Общество проходит периоды демократии, общество проходит периоды диктатуры и в итоге вырабатывает какую-то среднюю линию. Ну, да, 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 но, в заключении, такая позиция, она, конечно, гораздо менее как бы ортодоксальная, в том смысле, не то, что она как бы реформистская по отношению к движениям, я дути, понятно, что это все в рамках ортодоксии, но понятно, что это все модерно, это все современный подход, как бы раньше такого не было. с трех лет ребенок учит его там алфавет у пряники лежит медовый из буквы шести, или там, я не знаю, сколько, то он начинает Мишну учить, и все, проходите в Мяшарим, или вообще какие-то там хедеры, и все, и он с утра просто несет состроенные голоса детей, которые зубрят наизусть Мишну, кто у них спрашивает, что они выбирают, что они не выбирают, и так дальше. Понятно, что это как бы несколько другой подход. Наверное, он, кстати, связан, если Раф приводит того же Рафа Ашкенази, наверняка это связано с развитием прав личности, с развитием вообще в западном обществе отношения к правам человека, к свободному выбору, и так дальше. Наверное, раньше такого как бы еврейском обществе тоже такого минимально было. Ну, как бы трактовать всегда можно найти, как бы красиво обыграть, там, Мид Раших, почему сказано и Миду, Вело, и Миду, и так дальше. Наверное, это как бы связано все вместе. Окей. Ну, как бы у меня такое ощущение, я не знаю. Натан, я тут кое-что уловил. Какой-то интересный момент. Вот ты сейчас говорил про западное общество, да? А ведь Израиль это все-таки восточное общество. Ну, точнее, не так. Не совсем восточное, не совсем западное. Вот сейчас, как я понимаю. Нет, западное. Смотри, что значит, если ты берешь как бы основное, если ты берешь отдельные секторы, да, в Израиле, опять же, тот же Харидим. Понятно, что там как бы вся, там может быть очень много личных, очень мало, может быть, личной свободы есть изначально, изначально. Идея отгородиться. То есть, если ты людей отгораживаешь, ты уменьшаешь. Что-что? Ну, еще и просто евреи и Мизрахи, там, то есть, с востока Ирака, Йемен, там, и так далее. Да, большинство общества, большинство общества, во-первых, в Израиле, оно, ну, скажем так, массарти, но не религиозно, уже гораздо меньше как бы харидимно. Хотя понятно, что харидимные просто по числу рождаемости, они как бы все время набирают силу. Но в целом, в целом, общество, общество Израиля, те, кто, скажем, принимает законы, устанавливают как бы основную стиль поведения в государстве, это, конечно, ценности, это ценности, как бы западные, свободы, свободы права человека на выбор, на все, с теми же самыми харидимами государство тоже борется. Например, борьба с автобусами, в которых женщины не могут там ходить с определенного места, садиться только могут в задних отсеках, там, или пятый, десятый, ну, и прочие как бы вещи. Или, например, там, школы, в которых, например, изначально не принимают там людей из определенных общих, грашки на зим, не принимают этих самых. Тут же подают в суд, и суд решает, иногда полиция доходит, когда полиция обязывает соблюдать законы как бы страны, в котором запрещено разделение людей по какому-то принципу, ну, и так дальше, то есть, в целом, да, то, что дальше будет непонятно, но в целом это происходит. Окей. Ну, хорошо, давайте дальше продвинемся чуток. В целом, происходит поиск средней линии, и дальше мы почитаем о том, как практически ее искать в себе. Ахнаа, Авдалам, така, покорение, отделение, подслащение. Альпиа, Бальшемтова, Милхама, Байес, Сырхара, Митхалекет, Лиш, Лоша, Халакин. Согласно Бальшемтову, война со злым побуждением делится на три части. Мехуним, Балошуно, Балошуно, Гамеюхедед, которые называются своим особенным номинованием. Ахна, Авдалавам, така, покорение, отделение и подслащение. Первый этап. Ахна, И, Гапеулла, Гамеуэред, Беси, Фрега, Мусар. Покорение – это действие, которое прояснено в книжах по Мусару. Билхамакинэгид, Кохот, Хаецр, Вэхахнаатам. Это война против сил зла и их покорения. Батхилат, Хадерих, Эйн, Брера, Эла, Ляхния, Эта, Кохот. В начале пути нет выбора, кроме как покорить эти силы. Шэкэн, Эйн, Коль, Хаецр, Лахто. Как это понять? Как, где ты, секундочку? Шэкэн, Эйн, Коль, Хаецр, Лахто. Как нельзя грешить? Покоритель. Нет разрешения для греха. В начале ты, когда, видимо, человек не может самостоятельно принимать решение, ты должен ему говорить, делай так, а и делай не так. Почему? Потому что нет разрешения для того, чтобы совершать грехи. То есть ты не можешь допустить, человек просто грешил, давая как бы свободный выбор. Наверное, вот такая игра. А, понятно. Да, поскольку запрещены какие-то действия, то нет выбора, нужно эти плохие действия покорить. Да, да. То есть плохие побуждения в себе покорить. Уламба, паулата, ахнаа, каемет, шты, айот, мерказиет. Однако в действии покорения существуют две центральные проблемы. Айхад, шиакухот, анидрашим, альминат, ляхния, эт хаецр, то в им мегадам, гарбеме од маамадз. Первое в том, что силы, которые требуются для того, чтобы покорить злое побуждение, требуют от человека очень больших усилий. Ашния, шиахешек лаасудра, адайн, каям, балеф, вагадам, раддухэкуто, шилоид парэс. И вторая проблема в том, что желание сделать плохо все еще остается в сердце. И человек только подавляет его, чтобы оно не прорвалось. Ашлава шини, гуавдала. Второй этап это гавдала, отделение. Адам, не вдаль, меетсро, гора. Человек отделяется от своего злого побуждения. Ахет кварэйнену медабэр элав куэйно хошек бо йотэр. Грех больше не говорит с ним. Человек больше не желает его. Аль панал медабар бедаргам усарит гвога. Улам амехир гамгу гавоа. На первый взгляд говорится о высоком моральном уровне, но и цена за него высока. Адам, и эт, и эт, коход навшо. Человек уменьшает силы своей души. Гук вар эйно шофэ хаим кэба вар. Он больше не изобилует жизнью, как в прошлом. Натан, подними страничку, пожалуйста. Я на секунду отрекся. Пришел человек один, и он ушел. Я хотел позвать его обратно в него, золк, что он ушел. Да. Слифа. Ашла ва шлиши гу амтака. Третий этап это подслащение. Адам иштамэш бах холя кухот шиба авар гарму ло ласот эд хара. Человек использует все силы, которые в прошлом причиняли ему, причиняли, были причины того, что он делал зло, делал плохо. Кидэ ласот это топ, для того, чтобы сделать хорошо. То есть, те силы, которые толкали его на плохое, он их теперь использует, чтобы делать хорошо. Бетугма. Имгу ая сахкан коль ноа шело бахаль бешум тавкид. Например, если он был актером кино, который не брезговал никакой ролью. Да. Ата гу иврор бэ бэксида этха тавкидим шэмоз имло. Теперь он будет тщательно отбирать роли, которые предлагают ему. Ляхар шла вгам така кухот анефи шэль хадам мисугалим лифоль бэ офен мэ узан йотэр. После этапа подслащения силы души человека способны действовать более уравновешенно. Эйн сорах ляхне отам бахазака вэ аф нитан лей штамэш бахэм лэ матарод хи вэйот. Нет необходимости покорять их силы и даже есть возможность использовать их для положительных целей. Ра вэлли ягу дивидас. Мэкубаль шэхайба мя шэшэс рэбэцфат. Ра вэлли ягу дивидас, каббалист, который жил в 16 веке в Цфате, катаф сэфир мусар лэ аншей ма лэ лэ аншей мала бэшэм рэшит хохма. Написал книгу мусара для людей аншей мала, как людей высокого уровня, которая называется рэшит хохма, начало мудрости. бэшара ахава гумэта эр эт ма лат охэв хашэм в разделе любовь четвертой части он описывает уровень любящего Всевышнего, который называется любящий Всевышнего. Ближе к концу он приводит рассказ, который написал раби ицхак изак асипур гу алю дот адам пашун шэра а йом ихад эт бад хам элех вэй тахэв ба это рассказ о простом человеке, который однажды увидел дочь царя и влюбился в нее он подошел к ней и спросил когда они встретятся она ответила на кладбище смысл в том что они никогда не встретятся только после смерти однако этот человек понял что она имеет ввиду это в простом смысле на полном серьезе и пошел и сел на кладбище он ее ждал очень долго и сильно его сердце было полной любовью к ней по мере того как прошло время и дочь царя не пришла по мере того как проходило время его любовь становилась все более и более абстрактной и более чистой очищенной пока она не превратилась в любовь к богу раби лягу дэвидас мэсайем это сипур шэкви ато хаба шэль раби цхак дэминако раб лягу дэвидас заканчивает рассказ бэкви ато хаба бэкви ато хаба шэль раби цхак я не очень понял он заканчивает следующим утверждением а да он заканчивает этот рассказ раби цхака изаку следующим утверждением мишэ лоха шак лейша у домэ ля хамор у пахот мимэно тот кто не желал женщину он подобен ослу и даже меньше чем осел ватам ки га мургаш царих шэ явхин га авуда га элогид ватам ки мэ га мургаш сарих шэ явхин а абуда элогид мургаш и смысл в том что из чувства должно прийти развлечение служения всевышнему как-то так да если он бесчувственный то есть как бы не желая женщина не хочет ее не хочет близости с ней не хочет ее любви а все только платоническое тогда бессмысленно говорить о любви по-видимому это отрицание платонической любви так как не надо то есть человек который не знает что такое любовь к женщине не способен понять что такое любовь к Богу мы творим элу не тан лехалец лехалец то вна маш маутит ума нахтом в общем из этих слов можно лехалец то вна как бы взять образец что ли извлечь извлечь существенное понимание извлечь существенное понимание ува нахтом и подведем итог да этим подведем итог любовь к Богу как бы изначально исходит из тех сил которые представляют собой любовь к женщине без здорового использования этих сил человек не сможет продвинуться в служение Всевышнему да отлично то есть есть нас некие силы которые представляются как бы неправильными запрещенными он хочет жениться на дочери царя и если он не реализует это желание то в итоге оно как-то превращается любовь к Богу то есть он взял по сути вот эти силы мощные которые в человеке заложены и направил их в правильном направлении да так точно ну хорошо ну как бы дико интересно да да интересно Хаверим помогите пожалуйста может немного запутался мы в самом начале раздела говорили что есть окна покорения и что человек который как бы свой ецерара пытается покорить то это ни к чему толком не приводит потому что оно все равно продолжает существовать в сердце и как бы таким образом только не позволяет ему вырваться что ли я вот в итоге не понял это окна его надо применять не надо применять или просто надо иметь ввиду что это как бы тебя не избавит от ецерара ну надо тут же сказано да что выбора нет есть запрещенные действия их нельзя выполнять то есть человек должен их как бы себя покорять да не делать этого вот и таким образом он придет к следующему этапу когда он перестанет отождествляться с этими желаниями да на первом этапе он их подавляет да что на это требуются там огромные силы вот но в итоге он должен как бы от них отделиться то получается вот переход к второму этапу отделения да авдалы это уже некая победа человек уже не не отождествляет себя с этими желаниями он уже не покорен как бы не не разговаривает с ними там написано они не разговаривают с ним и дальше он уже может их использовать использовать с позитивными целями да когда уже они не имеют над ним власти спасибо да как-то так вообще мне кажется то что мы прочитали как бы это все с моей точки зрения как бы попытка представить такую амбивалентную ситуацию вообще все что касалось например сара правильно то есть с одной стороны понять что это плохо что это стремление к злу а зло запрещено делать окей другой стороны говорится что без того чтобы человека стремилось либо познали он познавал до какой-то степени например земные всякие страсти да то он не сможет вообще полностью воплотить свою человечность свое предназначение более того он даже не может служить как бы всевышним поэтому делается такой вывод что поедем лучший способ борьбы с ЕЦРА это не отсечение его как например в христианстве я не специалист по христианству так мне кажется вся идея безбрачия пятое и десятое а наоборот человеку с одной стороны сказать что да Господь сделал весь этот мир сотворил желание человека и все и пятое и десятое но самое главное твое оружие это свободный выбор то есть задействуй собственный разум свою мораль спрашивай у своих учителей но выбирай все время правильный путь то есть как бы двигайся свободно выбирая правильное направление ну вот как бы вот так и это как бы действительно сложная механика вместо того чтобы человек определять некую жесткую систему правил и делай так а не делай так поэтому это ему навязано и в какой-то момент он может просто свалить с себя все это сказать что это все не мое что я буду выполнять что мне другие говорят все а так когда он сам принимает решения это как бы становится принимать этих решений становится частью его самого и может против себя бороться ну вот как-то так наверное понятно что по-простому это 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 не просто и даже то что Лена написала важно выбирать средний путь а где у нас средний путь непонятно средний путь это вот уже амтака да когда человек покорил злой начал и может его использовать ради благих целей ну да ну как бы такая практициализация как бы усреднение ну понятно что средний путь лучше всего но как бы тогда бы не стояло настолько если бы это настолько простой очевидный вывод то как бы не было бы все остроты и всей этой дилеммы в точке того воспитательская дилемма как себя преподавателю вести как себя воспитателю вести ну мне кажется что сама вопрос она достаточно острая и как бы в идеальном случае правильное решение это то как говорит Раф а как это осуществлять как бы на практике это не очень понятно во всяком случае это сложно скажем так окей ну да Раф же и пишет что это требует огромного вложения усилий первый этап требует да да сто процентов еще интересна сама отсылка еще интересна то что молодой человек принял решение оно было как бы неправильно он то есть неправильно расценил но в итоге оно привело к правильным вещам то есть он как бы перегорел не возжал ну то есть не взгорел злобой то есть свободу воли и неправильный поступок то есть лучше сделать поступок чем его не сделать правильно как я понимаю у него не было возможности реализовать свое желание вот в чем дело поэтому он его не реализовывал то есть фактически он ничего не нарушил да хотя желание его было неправильно может оно и правильно было желание ну то есть как бы любовь это же правильно я про то что он как бы трансформировалось его вот это неразделенное чувство пока он сидел там в некое другое чувство там же написано чувство любви к Господу или как да правильно да но фактически оно трансформировалось благодаря тому что он это желание не реализовал да в эту историю он его не реализовал потому что физически она не приходила к нему навстречу на кладбище вот как бы другой вопрос когда у человека есть там соблазн возможность реализовать да свое желание да и тогда он получается не дойдет до вот этого второго и третьего этапа вот здесь нам говорится о том что да если вот это не реализовывать желание то есть тогда вот этот путь трансформации возможен да взялиcie сказать если ты это желание не реализуешь то ты не почувствуешь ничего а если не почувствуешь что ты не получишь любви к Господу к примеру точнее не почувствуешь любви к Господу то есть если ты не сделал то какие-то душевные терзания не произошли ты не почувствуешь в будущем этого не придешь к какому-то решению которое мог бы прийти ну тут мне кажется главное это сила желания да вот он у него только фантазия была вот эта дочь царя да то есть он ее никаким никакой возможности почувствовать ее не было да у него было только вот это вот огромное желание вот а что значит тут же говорится про любовь любовь к женщине да там попробовал не попробовал это как раз другое в итоге переходит все в следующую главу свободу воли самый интересный вопрос один из самых интересных да окей ну хорошо продвинуться чуток дальше до нас и новые совершенно как бы параграф статья а раздел на снова раздел называется кира ховши замечательная тема продолжение предыдущего по-видимому а именно свободный вывод так это по-русски переводится близко к тексту хирута вот заголовок следующего параграфа свобода человека это правда либо это иллюзия одно из предположений или бы исходных исходного положения а анхайот айсо то есть начального предположения общечеловеческого да ну может быть да да ну то есть как бы то то что лежит самом начале то что является исходным пунктом мусора а именно этики человеческой и вообще еврейской в частности получается в том что человек свободен своих действий кило младше бы ядоли в хор им ласотов у лас то есть у него есть возможность выбрать делать с лишать добро либо с лишать зло на нахазу никсероте ген ахалютова мусорич или адам вен тикватоны такен отхаят и из этого предположения базисного да проистекает ответственность моральная ответственность человека а также его надежда на исправление своей жизни это кавана азу бенефиша адам наук лиханод пхераховши и вот такое свойство души человека принято называть свободный выбор амаля бхераховши по ахирут и мусакши бэмэта кашилы а вино однако свободный выбор либо попросту свобода это определение либо термин которые которые по правде либо по-настоящему вообще трудно понять когда мы предполагаем что человек у него есть свободный выбор амашмаута пшута и шаадаму баадататсу это как бы по простому смыслу он заключается в том что человек он является он властвует над своими желаниями властвует своим желаниям у шемишум ках у яхолла ахлит бофа нацмей мать ена паулатав исходя из этого он может решить свободным образом какое-какие будут у него действия улама наха зу и баятитвы каша ларавана но такое предположение оно представляется проблематичным и трудным для понимания адам атун баулам шель хуким нукшим человек одан ли находится во власти очень жестких законов яблоки всегда летят вниз с дерева почему потому что существует закон притяжения если мы смотримся и представим себе как работает организм человека то мы обнаружим что это как бы его деятельность происходит вследствие биомолекулярных различных биомолекулярных реакций которые в свою очередь являются как бы запрограммированы определенными и не изменяющимися а если мы посмотрим еще глубже бы нефиша адам в душу человека но халерот шагам нефиш шагам нефиш эти вкудым квуем ты мы видим что в душе человека тоже деятельность или ну да деятельность она вполне определенная человек открывает законность поведения либо определенную законно причинную связь во всей области которую он начинает исследовать и поэтому несмотря на то как бы фундаментальную либо основную положительное чувство которое есть у каждого из нас в отношении свободного выбора трудно предположить что в мире в котором властвуют железные законы будет существовать какое-то одно создание которое не подчиняется над которым не господствует причинно-следственная связь законность имя он пишет здесь законы поведения и в особенности когда ситуация когда это как бы существо находится внутри разветвленной системы связи с подобными себе поэтому существует обратное предположение что поэтому существует обратное предположение о том что человеческие создания они по существу запрограммированные машины которые 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 задействованы и на которыми властвуют законы природы поэтому все разговоры о выборе или о свободе либо о свободном выборе они представляют собой ашлайот ашлайот это ну не фантазия ашлайя 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 иллюзия 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 и полаграммировав иллюзия 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 еслиисходить из принципа что человек по существу он является продуктом иллюзия которые он ест, и амазон, и но, и бен хорим, и если эти продукты, да, они не свободны, или не обладают, как бы, не являются не рабами, то есть свободны, мадоша, адам и е бен хорим. Почему-то человек будет свободным, в смысле, не рабом. Окей. Передаю лапит, передаю факел. Детерминизм. Да, детерминизм, правильно. И это предположение, что человек не свободен, поскольку он порабощен определенной закономерности, это предположение принято сегодня как большая часть, ну, то есть большая часть идей в мире. То есть в мире есть разные мнения, и многие мнения предполагают, что человек не свободен, что он раб, что он закономерностей. Хогим элу доглим бедетерминизм. Сибатиюд эйхрахид. Хогим элу доглим детерминизм. Хогим – это мыслители, да, получается? Доглим бедетерминизм. Хогим – это философ. Хоге – это философ. Хоге – это философ. Легагод – это думать и размышлять. Ага. Значит, эти философы доглим бедетерминизм. То есть они как бы исповедуют детерминизм. То есть необходимая причинность, обязательная причинность. Да. И по их утверждению, все, что происходит в реальности – месубав аль-идей хогим. То есть у всего есть причины. Все это основывается на законах, которые обязывают к этому. Ну, то есть детерминизм – это такая идеология, что как бы у всего есть причины и следствия. Значит, всю вот эту систему причин и следствия можно свести в одну большую систему. И тогда получится, что ни у чего нет свободы. Да. И все можно просчитать. Теоретически, если бы мы знали все вот эти связи, мы могли бы все просчитать. Соответственно, нет никакой свободы. Гамгай турэрут шэль ратсон о хэшек эйна нимлетет мэга сибатиют. Также и пробуждение желания или… Какого-то побуждения лонимлетет мэга сибатиют. Также не свободно от вот этой причинности. Киван шэйиноват мимивне га нефеш шэль га адам мэ га ируим шэ митрахашим свего. Поскольку она, то есть эта причинность, вытекает из строения души человека… Сейчас… Прости. Прости. Только мне кажется, не причинность, а вот это и турэрут. И турэрут. Киван шэйиноват. Это и турэрут. То есть то, что человек считает, что это у него свободное желание, вот мне так захотелось. А. И это его как бы абсолютно… Вот хочу я так. На самом деле его это «хочучесть», если проверить, она тоже не то, что конкретно он хочет, она тоже является причиной того, что все так делают. Ребенок говорит, я хочу ходить в драных джинсах. Не потому что он родился с таким сврожденным желанием и в драных джинсах, а потому что все вокруг ходят в драных джинсах. И он тоже их хочет. Мне кажется, так. Да, да, ты прав. То есть вот это пробуждение желания… Да, да. …как бы нам кажется свободным, да, оно на самом деле не свободно от этой причинности, во сколько оно вытекает из строения души человека и из событий, происходящих вокруг него. И два этих начала, они как бы подчиняют его установленной закономерности. То есть есть какой-то характер, который я получил там гены, родители, мое прошлое и так далее. Да, и события, которые от меня тоже не зависят. И два вот этих составляющих, они в сочетании порождают все мои решения, да, все мои желания, опять же, которые возникают. То есть они тоже получаются детерминированы, да, не свободны. Да. Район Зе Лавеш Цурот Шонот Ле Ораха История. И эта идея принимала различные формы на протяжении истории. Эхель Амусаг Хагураль Бем Мизрах Арахок. Карма. Началось с понятия Гураль. Гураль. Эхель, да, начиная, началось, да, правильно. Да, начиная с понятия вот этого рока, да, я бы сказал… Да, да, Рок, правильно. …спонятие слова Гураль на Дальнем Востоке, да, которое называлось там Карма. Да, вот эта Карма на санскрите, да, по-русски Рок, а на еврите Гураль. Начиная с понятия Карма на Дальнем Востоке. Хагураль, Шель Хаеваним, Мавира, Ога, Гзира. Мойра, не знаю. А, Мойра. Это судьбы греков, ну, судьбы греков, у греков Мойра была. А ну, пожалуйста, Мойра, Выдра, все здесь есть. Ага, вот как. То есть у греков Рок назывался Мойра. Огзира, да, ну, Гзира – это еще одно ибритское понятие, оно там приговор… Нет, тут написано Гзира Шелеслам, чуть-чуть дальше продолжим. А, или Гзира Шелеслам Хасуни, или понятие Гзира в сунитском исламе. Да. Ну, Гзира тут, как на еврите, это тоже вот какой-то жесткий приговор, да, и все. Да. В, Хала, Б, И, Астрология, Альцеротея, Ашонот. И заканчиваются вот эти все идеи, да, астрологией в ее различных формах. Да. Астрология тоже, как предполагает, что есть какой-то влияние планет, которая… Да. Да, 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 да. Единственное, что на еврите есть такое вот сочетание первого и второго. Гзира – это Гураль. Когда, не дай бог, что-то такое происходит… Ну, чаще всего, по-моему, это с отрицательным активом. Если с человеком, не дай бог, что-то происходит, то говорят Гзира – это Гураль. То есть, как бы, есть такая Гзира и Гураль. Гзира – это не отсечение, как бы, не связано с словом отсечение? Да, но это как бы отсечение, в смысле, что вот у человека, предположим, по его отношениям могут быть вынесены различные приговоры. Это такая телетайпная лента, на которой написано. Выиграет… Вот впервые в жизни Израиля такое произошло событие. Один чувак выиграл 80 миллионов в Алато. То есть, был единственный как бы это. Вот у него было написано. Выиграет 80 миллионов, не получит ничего, сломает ногу и так дальше, правильно? А Гзира нам взяли ножницы и отрезали 80 миллионов. Все, получил 80 миллионов. Чего, чувак получил 80 миллионов в шекере вообще? Я не знаю, что от него будет делать. Наверное, сойдет в сумму. Я ему желаю много здоровья. Ну, Гзира – вообще, это решение суда, насколько я понимаю. Ну, это решение суда. Ну, да. То есть, это как бы что-то законченное, отрезанное. Хатух. Вот Лигзор – это хатух. Ну, и правильно, что Сергей сказал? Потому что, например, тофер – это портной, который режет, правильно? Называется Гзира. А, интересно, что… Вот, может быть, Лена подскажет. А, выкройки по-русски. Гизра называется. Человек приходит покупать там штаны. И могу спросить, а какую Гизру там? Клёш, то, сё, пятое, десятое. Вот это все от того, что это нечто как бы определенное, вырезанное. Да. Угу. Это тоже в жаргоне, кстати, это можете не запоминать. Есть тоже выражение «газур». Газур – это такие, с прибамбасом говорят, мата, газур. Но это в основном дети говорят. Если вы так скажете, то вас почитают за своих. Потому что человек со стороны такого не знает. Только надо. Тоф. Так. Гамбутарбут хамаравитэ рупеет бад емино ешны тия… Бад ямэйну. Бад ямэйну слыхать. А, бад ямэйну. Ешны тия ломарше икрунот хит нагагут мэсуямим хазаким ю термэ гадам або хэр. Также в западноевропейской культуре наших дней есть склонность говорить, что определенные принципы поведения более сильны, чем человек выбирающий. Казаким ю термэ адам бухэ. Определенные принципы поведения сильнее человека, который выбирает. Вэгэм мэацвим эт хит нагуто бэ офэн детерминисти. И они… Ну, определяют, наверное. Определяют его поведение… Детерминируют его поведение. Ну, правильно. …не ваэр эт хатварим. Да. И объясним, проясним эти слова. Ха детерминизм, ха социоэкономи, о и сто… Историцизм. Историцизм. То есть социоэкономический детерминизм или историцизм. Шхэхилу има философия ха гелианит… Ну, это гегелианское в смысле. Да. То есть вот этот историцизм, он начался с гегелианской философии. Вэйм шиху бэ кэреф хасидав шэль Карл Маркс. И продолжился… Его продолжили последователи Карла Маркса. Да. Написано хасидим Карлом Марксом. Обратите внимание. Хасиды Карлом Марксом. Есть бресландские хасиды, а есть хасиды Карлом Марксом, кстати говоря. Вот, пожалуйста. Хасидавшим Карлом Марксом. Да. Хасидат. Ну, да. Хасиды. Ну, да. Просто говорить как бы хасиды – это не обязательно, как мы приняты мы слуху, что это обязательно те, которые приближены к хасидскому двору. А хасид – это человек, который сторонник. Это тоже как бы нормальное выражение на иврите. А совершенно не в плане именно хасид, в смысле, что не литвак. Хасид – сторонник. Потому что у Карла Маркса у него не было там выбора быть литваком либо быть хасидом. Забавно, что здесь используется слово «хасидав». Да. Или Раф Ури просто какой-то смысл заложил. Не-не-не. Ну, смотри, понятно, что можно было сказать последователям гораздо более простым способом. Здесь-то немножко «струнья» то, что называется. На иврите «трунья» – это ирония. С такой иронией сказано, конечно, это некоторый прикол, но не очень сильно. Воспринимается нормально. А у кого есть слово «потрунья»? Кто есть? Слово «потрунья» – да, слово «трунья». «Друнья» – да, да, да. Да, да, да. Так. И вот эти хасиды Карла Маркса… И хасиды Карла Маркса утверждают, что поведение человека определено Тербутуа историк, его исторической культурой и, в частности, войной, классовой борьбой. О, класс, наконец-то. Классовая, экономическая, классовая борьба. Маамадим, Маамадот, слиха Маамадот – это классы, да. Классы, да. Ну, понятно. Кстати, а как будут пролетарии на иврите? О. Амалим. 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 Есть еще слово «амаль». Амаль – это как авода, но типа ремесло, типа этого. Так я понимаю, есть сеть, на самом деле, которая была чуть ли не в 19 веке сделана. Амаль – это обучение тех, кто приезжал в поселину всяким ремеслам. И вот это вот Амалим, да, Амалим – это как раз те самые пролетариаты, которые гоп в единую кучку. Амалим. Да. Адам шенулад ле Маамад ха пуалим и генатун лея нысь йонод ше Абуд митсад Маамад ба але агон. Амалим. Человек, который родился в классе рабочих, будет под испытаниями порабощения. Там митсад Маамад и Баалим. То есть его будут порабощать вот эти ба али агон. Ба али агон – это эти самые финансовые магнаты. Ну, как бы обладатели капитала. Капиталисты, можно сказать. Капиталисты, да, ба али агон. Вот эти капиталисты будут предлагать ему, как это, продукты, необходимые продукты. Как это называется? Увенность в России. Предметы роскоши. Вот как это называется. Моцарей Сриха – это предметы роскоши? А, нет, но Моцарей Сриха и Карим. Дорогие потребительские товары. Да, но дорогие. Тут, понимаешь, упорно дорогие. Кстати, мне не очень понятно вот это вот то, что Раф говорит. Не знаю. По логике, помню, это не 100%. Давайте прочитаем Моцарей. Если было просто Моцарей Сриха, а было и Карим. Типа того, что, понимаешь, пролетариат работает. Почему? Потому что его жена хочет купить Шанель номер 5. По идее, это не так было. Надо было, чтобы кусок хлеба заработать, а не чтобы купить жене дорогие духи. Ну, не знаю. Танель номер 5 сейчас не в тренде. Вот видишь. Поэтому я не предлагаю Шанель номер 5, а что-то другое. Окей. Не, мне кажется наоборот, что они, вот эти капиталисты, будут ему продавать необходимые продукты по дорогой цене. Да. Вот я об этом же. Да, да. И поэтому ему придется работать на заводе. Ну, не совсем. Ну, не совсем. Может быть, не стоит здесь как бы упираться в этом месте, поскольку оно как бы не 100%, мне кажется, понятно. Но по-простому это никак. Что эти капиталисты, либо владельцы капитала, они предложат ему. А именно, средства, как это, не потребления, да. Именно дорогие. Ключевое слово «дорогие». Которые причинят ему работать в дополнительные часы на работе. Человек работает сверхурочной для чего? Чтобы купить вот эти более дорогие предметы потребления. Ну, он описывает, я думаю, что рад здесь описывает не тот пролетариат, про который Макс говорил, да. А пролетариат, который, скажем, современный, который живет в обществе потребления, который все время гонится за тем, чтобы купить то, что ему по жизни не надо. Правильно? Да, конечно. Потому что это был переход от Харла Макса, в 19 веке это, наверное, не так было. Так. 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 И таким образом… производительность этого предприятия будет расти. Ну, потому что чувака заманили работать как бы больше, чтобы он покупал дорогие эти самые предметы потребления. Правильно? А это сделано для чего? Для того, чтобы просто заработать больше денег на том, что предприятие будет больше работать. И тогда, ну, как бы цепочка такая. Он хочет дорогие эти самые, он будет работать больше, и поэтому будет больше производить предметы роскоши, и все для того, чтобы осуществить устремления капиталистов. Окей? Ну, титаната марксистам иштаяхутлим амад гапуалим, тигром ли адам лирхош муцарим золим, йотэр альминат ли отцы поход кэса. По утверждению марксистов, иштаяхутлим амад гапуалим, принадлежность к рабочему классу служит причиной тигром ли адам лирхош муцарим золим. То есть они, поскольку они принадлежат рабочему классу, они стремятся покупать дешевые товары, более дешевые товары альминат ли отцы поход кэса, для того, чтобы тратить меньше денег. «Давар ше ифне ло зман лягагот эт ха есудот шеляма пеха». «Давар» — это освободит время… Странная теория, честно говоря, но ладно. То есть они стремятся тратить меньше денег, чтобы покупать более дешевые вещи, чтобы у них освободилось время, и появились… Во-первых, я не понимаю, как это сочетается с предыдущей фразой. Но тут идея такая, что Маркс — свой собственный подход. Они, по-видимому… Это я сейчас чуть-чуть расширяю то, что говорит Раф, как я это понимаю. Они, по-видимому, видят, что принадлежность к классу пролетариата, наоборот, в ней есть некоторый позитив. Почему? Потому что принадлежность к этому классу послужит причиной того, что пролетариат будет покупать более дешевые предметы, тратя на них меньше. И такое поведение, оно высвободит у него время для того, чтобы обдумывать основы революции. Ага. Вообще. Ну, хорошо. Оставим на совести «Рау», в кавычки так можно сказать, честно говоря. Кстати говоря, в школах советских есть марксизм и ленизм учиться? Нет, есть такая обязательная дисциплина? Нет, конечно. Я не знаю, может быть, есть среди нас специалисты. Как это нет? Я сдавал официально по марксизму и ленизму. О чем ты говоришь? Ты не помнишь такого Маркса, что у них освободился время для дума о революции? Да, слушай, это пишет, это, скорее всего, все по каким-то перепевам, если так можно сказать, «Рабашки-нази» или что-то. Все, что для западного мира. Конечно, по-простому, вообще такого не было абсолютно. Вообще не было такого. То есть, как бы, логика даже непонятная, понимаешь? Ну, давайте, может, пробежим это, потому что, ну, как бы, не знаю, может быть, это не самое главное, что здесь есть. Нет, интересно, смотри. А, да? Ну, давай, окей, хорошо. То есть, вследствие вот этой революции поднимется уровень рабочего класса. Не-не, я-ле-ма-ма-да-поле-на-шатона, эти самые пролетариат захватят власть. Пролетариат захватит власть и социоэкономическая пирамида перевернется. Ну, послушай, все, кто знает историю той же самой России, 17-й год. Никаких там пролетариат не обдумывал вообще. Я не сидел и не занимался рабом ашкенази. Понимаешь, захватили власть, выкинули из Думы и начали красный террор. В чем тут обдумывание философии? Почему? У них же было время готовить революцию. Ходить в марксистские кружки, все по марксисту. Все, ну, это не пролетариат ходил. Тихой пролетариат ходил. Ну, слушай, не Ленин, не все эти самые, я не знаю, там, народная воля и все. Кто они были пролетариатами? Вообще известно, что… Это их лидеры были, а там-то были марксистские кружки. Они там собирались, они планировали… Послушай… Какой-то народ за ними стоял, стоял… Смотри, я не историк в том плане, что я не могу сказать, нет, было так… Я думаю, историки тоже между собой спорят, понимаешь? Я думаю, что основная толпа поперла не потому, что они в марксистские кружки ходили, а потому, что их купили тремя простыми лозунгами, которые потом оказались ложными, понимаешь? Там, земля народу, еще что-то, еще что-то, понимаешь? И все. Их обманули все, понимаешь, как красный террор. Вот так все это произошло. А не потому, что народ ходил в кружки Рава Ашхеназии, либо Рава Шефки, понимаешь? И это самый учил там. Ну, неважно, Бессендер, это какая-то некоторая картина, которая может быть, может быть, она действительно Маркс так считал, понимаешь? Но, с другой стороны, теория Маркса не подтвердилась. Маркс считал, что… Это я помню. Основное, в чем была проблема, что Маркс считал, что действительно революции должны произвести прежде всего в индустриально развитых странах. Но ему было очень как бы удивительно, что этого не произошло. А произошло в России и так дальше. И поэтому оттуда вот большевики взяли идею перманентной революции, которая будет катиться и тогда уже завалит Запад, который так и не завалили. То есть очень может быть, что она… Очень может быть, что действительно вы изначально так… Маркс и, может быть, «Капитал», может быть, там действительно так написано. Но реально-то это не сработало. Какие в России были предметы там, я не знаю, роскоши либо не роскоши? Люди работали, чтобы кусок хлеба вообще не существовали пятый десятый. Поэтому не знаю. Окей. Но это как бы я… Все, что я сказал, это моя отсебатель. Нет, ну принцип, ты и сейчас работаешь, да? Что стремятся продавать товары подороже, да? Чтобы рабочие работали больше и так далее, да? Это уже идея Маркса, что они должны там на это не вестись и думать о революции, да? Вот это уже… Да, ну, как понимаешь, сегодняшний, действительно, с одной стороны, есть известная тематика общества потребления о том, что народу дурят рекламы и заставляют покупать гораздо больше. И это идея о том, что ему все время вешают как бы морковку, за которую человек гонит, все время работает за тем, чтобы купить большую квартиру, больше это, больше это, больше это и больше это, понимаешь? Все прочно, все-таки, как бы это уже не чистый пролетариат, понимаешь? Это цена. Так. И все это делает человек, принадлежащий к рабочему классу по причине класса войны, а не исходя из своего свободного выбора. То есть, в конечном итоге, место человека в классовой войне определяет его поведение в Таамо Гаиши, его как бы личность. Ну, да, но это он продолжает тоже линию, понимаешь? Но, опять-таки, мне это как бы, и я это не очень неприятно, я только считаю, что, может быть, это не слишком важно для понятия слова. Ну, хорошо, переведи это. Ну, хорошо, переведи это. Ну, короче говоря, одна из идей детерминистических – это вот марксизм, который говорит, что поведение человека определяется его экономическим положением. Да, если он там в одном классе, он будет так себя вести, если он в другом классе, будет так себя вести. В итоге у него нет выбора, да, в итоге он сделает революцию и перевернется. Ну, слушай, ну, это тоже странно, я тебе говорил, главная сесма, главная лозунг любой революции была экспроприация экспроприата. Ну, попросту говорили, я без штанов, так я возьму штаны у того, у которого они есть, вот и все. В этом была экспроприата. Это просто был узаконенный грабеж, и все. А при чем тут желание человека и пятый десерт? Грабеж был просто… В этом и речь, да, что если у тебя нет штанов, то ты захочешь их украсть, да, поскольку у тебя такой класс. Да. Вот, и ты должен якобы, значит, для свободы сделать революцию, но по факту, да, получается, что никакой свободы они не обрели, да, они начали как бы обратную экспроприацию экспроприаторов. То есть, по сути, все это детерминизмом и заканчивается. Да, окей. Да. Так, ну хорошо, с марксизмом, точнее, с гигельянством закончили. Ну да. Дальше детерминизм биологический. Детерминизм биологический. Утверждает, что поскольку человек родился с определенным генетическим… Ну, цофан, я не знаю, что это такое. Цофан-код. Генетическим кодом. Его предпочтения, его чувства, его позиции и действия пробиктованы этим кодом. Да, да. Зоастрология им сугахер шель кохавим. Кохавим ха мецуим бетох хадана шель хадам. Где ты сейчас, секундочку, я тут на секунду вылетел. А, детерминизм биологии, это вот это вот? Ну да, первое мы прочитали, дальше астрология идет. Астрология им сугахер шель кохавим. Это та же самая астрология, просто с другим видом звезд. Кохавим а мецуим бетох а ДНК шель адам. А, то есть биологический детерминизм – это то же самое, что астрология, но только с другими звездами, звездами в ДНК человека. Если астрология говорит, что звезды, которые в космосе, они диктуют человеку его поведение, то генетика говорит, что ДНК, код человека, диктует точно так же его поведение. И также от них, то есть от вот этих генетических кодок, диктующих его поведение, человек не способен освободиться. Детерминизм психоаналитический. Я думаю, это мы уже оставим на следующий раз. У нас примерно до следующего урока. Как бы интересно. Ну, ликбез по марксизму у нас был такой. Я не знал, что там так все продумано. Видишь ли, западные люди, западные люди, они далеки все-таки от Октябрьской революции, поэтому они не слишком понимают процессы, которые там были. Они идут по Максу, а как теория Макса, она вообще потерпела поражение в западных странах, они не повелись на это, поэтому окей. Ну, хорошо, Седор Гамон. Так, останавливаю демонстрацию. Ну, хорошо, народ, у кого-то есть кто? Может быть, такие специалисты по марксизму вообще говорят? Есть, но я с вами просто не согласен с Андреем, с тобой, Натан. Серьезно? Расскажи, мы же не в курсе. Да, что марксизм много положительного внес, просто его использовали неправильно. И он внес, скажем так, он не проиграл до конца же еще. Это просто опыт был 90 лет. В общем, основная идея капитализма — это то, что на вашем труде люди, бизнесмены-капиталисты, экономят. И вот основная идея марксизма, по сути, является социально справедливой, чтобы ваш труд продавался так, как он должен продаваться, ту стоимость. То есть, по идее, на вас экономят, у вас воруют. Основная идея капитализма — подешевле купить, подороже продать. Только это относится к работе человека. Потому что основной товар в капитализме — это труд человека. Я не сто процентов с тобой согласен. Я думаю, это только часть. Я думаю, это представление тех, кто хочет бороться с капитализмом. Живя, например, в капиталистической стране, мне кажется, самое главное отличие так называемой капиталистической либо свободной системы от несвободной заключается в том, что аксиома — человек может продвигать, работать и продвигать свой общество, потому что здесь в этом заинтересован. Если у человека нет заинтересованности, ты не можешь человека по-другому заинтересовать, кроме как, например, зарабатывать больше денег. И то, что все остальные вещи, которые заключаются в том, чтобы улучшать общество, они не работают. Ни социализм не работает, до коммунизма не дошли. Единственное, что может быть — человек может работать только потому, что у него есть в этом интерес. Если ты отбираешь у него этот интерес, ты можешь поставить крест, никакого развития не будет. Вот это, по-видимому, самая главная, как бы, черта человеческого характера, заложенная в нем. Так я это вижу. Я с этим полностью согласен. Просто одна страна одним заинтересовывает, а другая страна другим. Окей, абсолютно. Государство должно делать какие-то регуляции, понимаешь? Но эти регуляции должны быть очень-очень-очень… Вот сейчас стоит в Израиле вопрос, да, очень-очень стоит вопрос о поднятии цен. Почему? Потому что, с одной стороны, все очень хотят, чтобы, как бы, процветали национальные компании, которые 70 лет назад были созданы. Осом компании, которая производит практически все эти продукты из пшеницы, мучные продукты, например. Все выросли на этих продуктах. А с другой стороны, они, поскольку нет свободного рынка, они все время могут взвенчивать цены. А с другой стороны, люди хотят открыть и привозить гораздо более дешевые, из Италии, еще куда-то и все. Поэтому вот эта вот регуляция государственная тоже очень сложная. Где она должна быть? Государство должно устанавливать цены или все. Я говорю, это все семьи, когда полкружки кваса стоило 3 копейки всю мою жизнь, понимаешь? А у нас такого нет, цены все время меняются. Или там, не знаю, водка стоила, не помню, сколько, 3,62, по-моему, довольно долго не менялся. Ну, хорошо. Это разная была на том. Разная? Ну, цены были одинаковые, послушайте. Звонок из телефона-автомата стоил 2 копейки всю мою жизнь, прожитую в России. А, ну, водка по-разному все равно стоила. Я с тобой не знаю. Эльпо Баля Нисайон, послушай. 3,62, по-моему, самая дешевая была, мне кажется. Хотя я не такой большой специалист, тогда было это все. Ну, я тоже небольшой. Ну, да, я понимаю, да, но ты проявила. Коробой к спичек стоил 1 копейку. Ну, да, правильно. Ну, правда, сколько стоило водку, знали все, даже дети. Это просто была такая, как лозунг, 3,62. О, видишь, значит, я все помню. Значит, я все помню. Окей, ну, хорошо. Мы как бы вышли за рамку нашего времени. По-моему, интересно. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Особенно про марксизм. Да. Марксизм, чем-то это раз загнул, по-моему. Интересные разные точки зрения. Да-да, замечательно. Все классно, хорошо. Мы же обсуждаем. Все, ребят, до свидания. Пока. Приходим к уроку. Пока-пока. Спасибо. Пока.